Привет! С вами Чихонит! Сегодня поговорим об игре Bursale 1893 Белопок. Своё последнее видео я посвятил сравнению двух версий этой игры. Первая вышла 10 лет назад, и там я акцентировал вызывальные отличия. В этом же видео я сперва расскажу о базовой игре, потом коснусь вопросу об изменениях в базовой игре вот этой новой версии, а также отвечу на вопрос, что добавляет в дополнение Белопок или Прекрасная Эпоха. Также существует карточная версия этой игры, но мне всегда больше нравилась именно версия с игровым полем. Итак, это эпоха модерна в Бельгии, когда строятся стильные дома, создаются прекрасные работы искусства, и в течение пяти раундов игрокам, которые себя воплощают архитекторов, надо стать самым успешным. Игра длится примерно 2 часа, я обычно играю 4 или 5, так как мячевым составом игра вникается не такой напряженной. Посмотрим на типичный раунд. Сперва открывается карта биржи, вот она, и определяется площадь действия. Смотрим тогда на число игроков, это 4, и отмечаем вот таким прибором. Ну, все клетки, которые не попадают в сегмент, в этом раунде не могут быть использованы, те, которые внизу и справа от этого прибора. Кстати, само поле действий в начале игры тоже рандомно создаётся с помощью вот таких пяти полосок. Но зачем это надо? Игрок может послать своего архитектора выполнить одно из пяти действий. Для этого нужно, чтобы на этой клетке не стоял другой архитектор, и он мог бы поставить хотя бы один франк. Потом он выполняет это действие, которое указано внизу. О них я подробнее чуть позже расскажу. Также игрок может отправить своего рабочего выполнять одно из действий на так называемой доске брусселя. Ну, и третья возможность это спасать. И потом в конце раунда раздаются разные бонусы за достижение. Раунд заканчивается, и переходим к новым на раунду, или к концу игры, чтобы определить победителей. Но вернёмся обратно к основным действиям. Во-первых, игрок может взять любой тайл искусства и положить у себя. Второе действие может продать один вот такой тайл искусства, но с условием, что цвет этого тайла не совпадает с одним из двух этих тайлов. Например, в моём случае я не смогу продать зелёный тайл. Ну, перед самой продажей игрок может улучшить цену своего тайла, придвинув вот такой маркер. Столько клеток, сколько предметов искусства у него есть. Ну, у меня есть, например, два. Я бы мог подвинуть вот этот маркер ещё направо и получить 6 победных очков и 6 франков. Ну, это игрок сразу получает и скажу сразу, что в деньгах вы будете постоянно нуждаться, так что это хороший способ их заработать. И в конце действия игрок заменяет проданный свой тайл на один тайл, который там есть и он отправляется сюда. Третье действие это обратиться к местной элите. Тут просто заплати столько денег, сколько указано внизу и забери эту карту. И потом надо решить, ну, после того, как игрок применил эффекты этого персонажа, ну, эффекты тут, мне кажется, понятные. То, что изображено, то получается. После того, как игрок применил эффекты этого персонажа, ему надо решить, что делать дальше с этой картой, игрок может оставить эту карту перед собой, тогда, начиная со следующего раунда, он может дальше обратиться к этому аристократу. Но есть одно но. За него в конце игры надо заплатить столько франков, сколько указано. В этом случае, видите, этот персонаж требует два франка в конце игры. иначе игрок теряет пять победных очков за каждого неоплачиваемого представителя элиты. И другая возможность после применения эффекта сразу сбросить эту карту, но это тоже надо сделать, если у вас будут два одинаковых персонажа, то есть тогда так и так надо сбросить, так как такая карта у вас уже есть. Четвертое действие это взять два кубика синего, коричневого или желтого. Ну и последнее, пятое действие это построить здание. Каждый игрок может построить до шести зданий. Построенное здание он сразу ставит на любую свободную клетку в поле действий и надо начинать снизу. То есть первые два здания требуют только два кубика строиматериала, следующие уже три, а последние два уже четыре. Какие именно? Это указывает вот эти стрелки компаса. При строительстве здания нужны обычно два вида материалов. Да, деньги тоже есть как бы строиматериал. И обычно надо использовать хотя бы один материал из обоих видов. Единственное исключение, которое видите, это когда одна стрелка указывает на вот этот пустой сегмент. Это не скидка, просто да, надо использовать все материалы, которые указаны в другом сегменте. В этом случае можно было использовать три разных кубика или комбинация три франка плюс, например, два кубика, если бы я строил вот этот третий дом. После строительства дома игрок передвигает одну из стрелок на но и не дальше, то есть налево. Также важно отметить, что если игрок для действия использовал клетку, которая была построена другим игроком, тогда тот игрок получает бонус. Ну, это указано все здесь в кавычках. Тут все просто. одно победное очко за каждое построенное здание. Если кто-то берет двух материалов, хозяин здания получает один материал. При найме аристократа можно активизировать одного своего аристократа, если он в этом раунде еще не будет использован и так далее. А на доске Брюсселя также можно выбрать одно из четырех действий для своего хода. Но тут надо учесть две особенности. За посещение конкретной локации не надо дополнительно платить, но когда там заходит кто-то как третий или четвертый, тогда он должен послать туда двух своих рабочих. И если он заходит как пятый или шестой, тогда уже три. Ну, это игра четвером или пятером. И в конце раунда игрок или нескольких игроков, у кого больше всех рабочих здесь, тот отправляет одного своего рабочего в суд. Это внизу, где уже стоят ваши рабочие. Достать оттуда не так легко. Это можно, конечно, сделать с помощью, например, вот этого персонажа Эмиля или же, например, позже с помощью карты престижа. Ну, если вы запланировали свои действия оптимально, то потеря одного рабочего не будет таким существенным. Если в каждом раунде вы будете терять по одному рабочему, тогда это, конечно, негативно скажется на итог партии. Ну, а действия тут такие. Можно здесь взять столько денег, сколько указывает вот эта карта биржа. Второе действие это можно взять три белых кубика. Белые кубики действуют как замена любого материала, но построив здание хотя бы с одним белым кубиком вы лишаетесь пяти победных очков, то есть вы не получаете, если игрок использовал качественный материал, тогда он получает побед очков. Это действие позволяет копировать любое действие из этого поля действий. Это полезно, если все доступные клетки действия уже заняты или не хочется другому дать бонус. Четвертое действие это активизировать стойко аристократов сколько показывает диск на треке корону. Бывали партии, когда игрок целенаправленный нанимал людей и поднимал уровень короны, чтобы потом их активизировать, то есть во время первых трех раундов на меня примерно пять-шесть таких персонажей. так что доска брусселя поможет вам в трудный момент, помните про риск потерять рабочего. Ну и пару слов скажу о спасовании. Кто первый спасовал, тот получает отсюда карту престижа, он ставит так ее перед собой и получает один франк за каждую такую карту, плюс еще один франк за каждый вид тайла искусства. Когда все спасовали, тогда начинается фаза раздачи разных бонусов. Сперва появляется, кто получит карты престижа, тут просто смотрим на эти столбики, кто поставил тут больше денег, тот и получает карту внизу, если ничего, тогда никто не получает. Потом определяем первого игрока, то есть суммируем всех писающих мальчиков, которые на картах престижа, также вот эти два мальчика учитываются, и кто победет, тот получает маркер первого игрока. Ну, ходить первым, конечно, выгодно, плюс еще в конце игры этот тайл даст вам пять победных очков. Но это не все, игроки, которые получили вот карты престижа, им тоже надо решить, что с этими картами делать, можно их сбросить и получить бонус, который на середине указан. Вторая возможность отставить эту карту и положить у себя так, тогда это будет действовать как нажитель в конце игры у конкретного эффекта. Но об этом я чуть позже расскажу. Ну, и последняя раздача бонуса в виде победных очков происходит опять на поле действия. То есть смотрим на клетки, которые все звания стоят вокруг вот этого символа ириса, ирис цветов города Брюссель. Ну, если бы игра закончилась, например, сейчас, тогда учитывался бы вот этот квадрат, где наверху находятся желтый и синий, а рабочие внизу два красных, потому что остальные имеют полностью заполненные квадранты. и тогда у кого большинство тот получает столько победных очков сколько оказывает диск на треке ириса. В этом случае желтый бы получил два очка, но не победил. Победителем здесь является конечно красный игрок. Если не чай, тогда он конечно все получает победные очки и соответственно треку ириса. тут конечно выгоднее ставить рабочих как можно ближе к центру и после этого как упомянул игроки у кого больше всех рабочих на доске брасля теряют одного своего рабочего. Затем следует подготовка к новому раунду и после пятого раунда почитываем очки. сперва игроки платят всем аристократам которых они наняли. Также каждое построенное здание дает вам столько победных очков сколько есть на треке справа. То есть максимум можно получить 10 побед очков за каждое здание. ну немало скажем так если построить все. Ну и конечно там кубики всех цветов кроме белого дают также вам одно победное очко. Ну как оценивать игру? Почему мне она нравится? Ну во-первых Бруссель от других игр на выставление рабочих отличается тем что здесь это совмещено аукционом заодно идет борьба за эти карты. престижи и тоже есть вот этот элемент большинства в конкретном секторе. Нравятся вот тоже вот эти моменты дилеммы когда надо решить бросить карту или оставить это касается и аристократов и вот эти карты престижи когда надо решить взять этот бонус или оставить победные очки на конец игры. Игра очень динамична и постоянно что-то у вас будет не развито хотите ресурсы но не хватает денег хотите нанять новых персонажей а на трек корона у вас диск находится довольно низко нужны деньги а тайлов искусства у вас тоже маловато и передвигая вот этот маркер вы много не заработаете конечно желательно построить какой-нибудь движок уже на ранее стадии игры например одна стратегия такая нанимать персонажей как можно больше стараться выиграть одну или две карты престижа в каждом раунде тогда можно их тратить например на эти нажители для конца игры другая возможность это сконцентрироваться на строении зданий и поднимать стоимость каждого здания то есть в игре есть несколько путей как действовать и обычно играя большим составом никто вам свободно не будет позволять реализовать свои планы так что придется адаптироваться к конкретной ситуации на игровом поле так что кто выигрался вперед обычно сталкивается с тем что другие стараются блокировать чтобы он делал мнение полезные ходы результаты тоже весьма плотные разрыв очках обычно небольшой так что механики работают сглаженно и видно что автор долго тестировал игру но о небольших минусах я расскажу чуть позже и сравнить новое издание с коробкой 2013 года то изменение базовой игре я бы сказал минимальное во-первых там вот этот компас всегда рандомно создается здесь конкретное распределение ресурсов на сегментах второе в издании Perl Games выбор тайлов искусства всегда был связан с рандомом даже выбор тайл перед самой игрой а сейчас это упростили игрок может сам выбрать какой тайл он хочет а также например упростили идею тайлов выставки сейчас объединили с карт престижа как монета и два писающих мальчика таким образом число карт престижа стало больше и они стали тоже разнообразнее но все равно мне надо еще решить что делать с первым изданием жар конечно будет оставаться я даже чуть больше люблю оформление первого первого издания почему же я все-таки решил взять новое издание ну в основном из-за дополнения белопок сперва посмотрим на новые элементы для этого нужно перевернуть доску победных очков на обратную сторону и тут мы получаем дополнительно 5 мест для карт белопок всего есть в этой коробке 32 карты но в игре будет только 5 то есть вариативность сразу намного возрастает а также есть вот такие тайлы белопок опять из них мы закрыто ставим в центре как крест а другие в зависимости от числа игроков здесь как альтернативные бонусы в конце игры далее добавляется новый ресурс стекло такие прозрачные кубики также есть новые карты аристократов два новых персонажа по три каждые и также есть вот такие четыре странствующие рабочие один я уже взял себе но в начале игры они находятся всегда на доске брусс или могут быть использованы только для этих четырех действий центральные пять сокеток как видите блокированы игрок не может там построить свое здание как раньше но все равно выполнить действия как обычно он может ну скажем так это было одно из немногих небольших минусов базовой игры то есть часто вот эти центральные клетки были рано уже застроены их владельцы чаще других получали бонусы когда кто-то ставил свое рабочее на эти здания но есть и польза от этих блокированных клеток игрок который там поставил свое рабочее например красный или желтый игрок он может тогда резервировать одного из свободных тайлов белла эпох для конца игры в среднем таким образом если игрок выполняет эти условия он получил примерно 5-10 иногда больше очков ну конечно не надо на это тратить рабочего до пятого раунда а соточиться на этом под конец игры оба новых персонажа связаны с новыми механиками Джордж Накер Макерс дает белого рабочего как я уже говорил его можно использовать только на доске Брусселя ну по-моему если получить Джорджа на ранее стадия может быть очень полезным во-первых дополнительные рабочие во-вторых все эти белые рабочие убираются в доски Брусселя перед тем как определяется кто теряет своего рабочего и определяет его в суд второй персонаж Андрей Прива Леймо создает одно белое произведение искусства его можно использовать как любой тайл искусства но продав белый тайл игрок получает только половину от продажи тайла выбранного цвета так что есть свои плюсы и минусы у этого персонажа ну и обычно в отличие от первого персонажа Джорджа этот персонаж ред когда привлекал внимание игроков новый строй материал стекло если строится дочное здание и часовая стрелка указывает на стекло тогда правила тут не меняются но если игрок хочет построить павильон тогда павильон ставится на одно из этих пяти свободных мест и в трех случаях еще надо доплатить стеклом и в этом случае белый материал не годится как замена то есть построив павильон игрок получает сразу рядом стоящую карту белый бог который может использовать один раз за раунд например я уже построил бы этот павильон я получил бы соответствующую карту эффекты этих карт могут быть самыми разными но обычно они привязаны к одному из действий есть еще бонусы конца раунда и так далее но это не все игрок который построен павильон если вариант был заполнен рядом с рабочими тогда он получает дополнительные победные очки одно победное очко за каждый разный цвет рабочего в этом случае желтый игрок получил бы три победных очка в целом я скажу что это весьма хорошая компенсация бонус в конце раунда плюс еще вот эта карта балапок за построенный павильон место здания на поле действия да как бы было в базовой игре немного нечестно что только оценивались вот эти столбики хотя не всегда сейчас ряды будут оценены в этом случае два последних ряда в этом раунде если кто-то бы здесь постарал павильон не оценивались бы нужно опять сказать что автор игры все продумал и улучшил некоторые аспекты базовой игры я бы тоже не сказал что сейчас буду играть только с этим дополнением но это дополнение дает некоторые дополнительные возможности немного по-другому повлияет на игру так что если я буду играть с моей копией то всегда предложу играть с балопок и тут все логично если появляется вот этот крест в центре поля действий то надо было по всей видимости придумать что делать в случае очень успешного строительства чтобы не было так что здание негде оставить поэтому вот это решение с павильонами и дополнительными бонусами для рядов мне кажется смотрится весьма органично в целом я бы сказал что игровой процесс меняется где-то на процентов 25-30 если сравнить с базовой игре также в конце отмечу что есть обратная сторона у планшетов игроков они двухсторонние одна сторона у всех одинаковая ну кроме конечно иллюстрации архитектора а другая отличается и можно играть тоже с асимметричным вариантом там есть отличия в треках множителях и в оценках построенных зданий но этот вариант я советую использовать когда уже вы знакомы с базовой игрой и с дополнением было пока в целом у меня довольно положительное впечатление от нового издания мрусси 1893 ну первой версии не было явных косяков и просто новое издание предлагает в таком дозированном виде добавить некоторые новые элементы так чтобы они не затмили красоту базовой игры на этом все спасибо за внимание увидимся в другой раз